Макларен представил самый дорогой и самый быстрый дорожный автомобиль еще полтора года назад. Но тогда характеристики трехместного гиперкара Speedtail остались секретом. Теперь стало известно, что гибридная силовая установка состоит из 4-литрового 8-цилиндрового битурбомотора и электродвигателя мощностью более 300 сил. Пиковая отдача бензоэлектрической связки свыше 1000 сил, поэтому максимальная скорость гиперкара превысит 400 км в час. Чтобы преодолеть этот рубеж, в машину заложен специальный режим. При его активации адаптивная подвеска уменьшает дорожный просвет. Активная аэродинамика выпускает гибкие заслонки-элероны, а камеры заднего вида втягиваются внутрь кузова. Но это не все поводы для гордости. При разгоне до 300 км в час полуторатонный Speedtail должен быть почти на секунду быстрее двухтонного Bugatti Chiron. Также McLaren гордится очень легкой тяговой батареей и уверяет, что она отличается самым высоким отношением емкости к массе среди современных автомобильных аккумуляторов. Несмотря на цену, под 2 миллиона фунтов стерлингов весь тираж из 106 экземпляров Speedtail уже распродан. Компания Hyundai опубликовала видеоролик, снятый во время зимних тестов на замерзшем озере. Его первая часть посвящена раллийному болиду i20 WRC, а вот оставшиеся секунды оказались интересны не только фанатам автоспорта. Выяснилось, что тестовые километры на севере Швеции наматывал среднемоторный спорткар, временно примеривший кузов модели Veloster. Кроме того, на кадрах засветилась заряженная версия нового хэтчбека Hyundai i20. Это значит, что корейцы вскоре бросят вызов моделям Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST. Этой осенью Ford должен вывести горячее исполнение кроссовера Puma, на что недвусмысленно намекает опубликованный компанией видеотизер. По слухам, Puma ST получит трехцилиндровый турбомотор от заряженной Fiesta, шестиступенчатую механику и передний привод. От обычной Puma вариант ST также должен отличаться перенастроенной подвеской и более производительными тормозами. В плане дизайна, как показывает опыт вышеупомянутой Fiesta, авторы быстрого кроссовера возьмут за основу оспортивленную модификацию ST-Line. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова